Йаау! И компания нацелена на разработку игры нового поколения. Ладно, пожалуй расскажу чем же хороша эта игра, а в конце видео я поговорю о дате выхода данной игры на свет. А вот теперь геймплей Tron & Liberty. Ну и короче, сама игра будет распространяться как фри-то-плей игра. Это по большому счету обозначает, что в эту игру вы сможете играть бесплатно. Будет конечно же присутствовать игровой магазин с боевым пропуском. Но по словам разработчиков, это не будет влиять на баланс, а просто поможет ускорить процесс развития в игре. Но в качестве движка используется один из самых популярных и крутых, Unreal Angel 4. Одна из крутых фишек данной игры, это то что присутствует возможность при помощи искусственного интеллекта создать лицо персонажа по фотографии. Пойдешь со мной в пати, я потанчу. Конечно пойду. На самом деле классическая классовая система будет отсутствовать. И речь конечно же идет о танках, хилах и дд. Это по сути обозначает, что все смогут быть как танками, так и ддшерами. А на силу персонажа будут влиять статы, навыки, уровень, предметы и окружение. И зная к резке игры могу предположить, что в игре будет присутствовать гринд и довольно долго придется морфить свои предметы. Таким образом довольно сложно будет достичь энд контента в игре, и по сути своей это является плюсом, а не минусом. И еще одна особенность, что персонажи смогут вносить два варианта оружия. Они также смогут их комбинировать между собой во время боя. Их смена позволит игрокам максимально эффективно использовать свои силы, перекрыв потенциальные слабости. А сама боевка будет по сути нон-таргетная, но таргет будет прилипать к противникам. И это напоминает чем-то систему боевки из игры Blade & Soul. Игровой мир будет единым, открытым и бесшовным. Последнее кстати означает, что при переходе из локации в подземелье вы не увидите экрана загрузки. Разработчики рассказывают, что на старте игры будет малая часть контента. А в дальнейшем игра будет постоянно развиваться и наполняться новым контентом для игроков. Одной из хейповых фишек этой игры будут присутствовать погодные механики, которые влияют на силу персонажа и многое другое. Кстати про погодные условия я тут вообще охренел. Теперь придется подстраиваться под погоду, и это ощущается супер монолитно. И погодные условия будут не простым циклом, а они будут действительно влиять на окружающий мир. День будет 4 часа, а ночь будет 1 час. Солнечно будет 8 часов, а дождь будет 2 часа. Осадки будут 30 минут, а ветер будет еще меньше. Ну и например во время ветра эффект дальности полета снарядов и урон будет увеличен. Скорость полета во время этого эффекта тоже будут увеличены. Ну или например во время дождя скилл удар молнии будет задевать больше целей, и при этом урон его будет тоже увеличен. А во время ночи монстры будут действительно становиться сильнее. Или например при захвате замка во время солнечной погоды будет открыть секретный проход, а во время дождливой погоды проход затопит, и через него нельзя будет пройти. И таких эффектов будет целая куча, и они все будут влиять на силу персонажа и окружающий мир. Ну и помимо всего, сами игроки смогут влиять на погоду. Самый сильный игрок рейтинга сможет влиять 2 раза в день на погоду по 10 минут. И кстати говоря, все это будет в игровых сутках, а не в реальных. Но система маунтов будет реализована довольно интересно. И будет их разделять на водные, воздушные, летающие и превращающиеся в животных. В этой игре вы сможете превращаться в волка, птицу и даже рыбу. И каждое средство передвижения будет обладать своими уникальными навыками, при помощи которых можно будет исследовать мир и его труднодоступные территории. Я конечно не знаю, но было бы очень круто превратиться в рыбок и проплыть по затонувшим туннелям в замок. Такого бы противники бы точно не ожидали. И это похоже на очень серьезную тактику. А теперь пожалуй расскажу про активности в игре. И пвп контент будет включать в себя такие активности как осады замков, кстати говоря, которые будут выглядеть очень круто в этой игре, в которых будут появляться трансформирующие големы во время боя. И это сами игроки будут превращаться в голема и управлять им. Ну и помимо осады замков будут также присутствовать захваты небольших территорий, которые принадлежат гильдиям. Также будут более стандартные режимы по типу арены. Ну и в дальнейшем разработчики обещают завести более нестандартные режимы для пвп игроков. А пве контент будет включать в себя мировых боссов, подземелья и в дальнейшем возможно добавят рейды. Также в игре будут присутствовать мировые активности, которые будут на постоянной основе добавляться и обновляться. Это по сути своей такие пвп пве локальные события, которые звучат очень интересно. Например, турнир по охоте на волков. Будет меняться содержание региона на короткий период времени. И это что-то будет по типу рейтингового соревнования между игроками. Над каждым игроком в регионе будет появляться количество волчьих хвостов над головой. И надо будет убивать игроков либо волков, чтобы получить больше хвостов. И да, при смерти все хвосты будут теряться. Локальные события будут запускаться каждых 3 часа и будут отмечены на карте. А также планируются локальные события для гильдийского контента. Также в игре будет присутствовать крафт и собирательные крафтовые профессии. Ну и помимо всего этого будет множество серверов. И сервера планируют отмечать себя от 3 до 5 тысяч человек. Также будут кроссерверные зоны для игроков из разных ареалмов. И эта игра действительно обещает быть очень крутой. Я также уверен, что многие игроки захотят в неё поиграть. Да и сам IntiSoft говорит, что хочет сделать из игры настоящий символ нового поколения. Как это было в своё время с линейкой. Так что Tron and Liberty обязательно захватит сердечки геймеров. И всем спасибо за просмотр! И да, по поводу даты релиза её пока что нету. Но разработчики сообщают, что точную дату релиза они сообщат этим летом. И я буду следить за игрой и сообщу о дате релиза своей вк-группе и на ютуб-канале. Так что не забываем подписаться, чтобы не пропустить выход Tron and Liberty на свет. Но пока в игре идёт закрытое бета-тестирование. И по словам разработчиков её тестирует около 3000 человек. Ну а я бы хотел пожелать вам удачки и поблагодарить за тепло, которое вы мне дарите. На канале дальше продолжат выходить обзоры на новые игры и на различный игровой контент. И пришло время со всеми попрощаться. Так что всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok